Всем привет! Вот и вышла долгожданная MIUI 11. В этом видео я расскажу вам, как поставить MIUI 11 на смартфон Xiaomi Redmi Note 5, где скачать прошивку на русском языке, а также посмотрим, что в ней нового. Погнали! Итак, устанавливать мы будем прошивку под названием Sky MIUI. Прошивка основана на китайской бета-версии от Xiaomi, но имеет в себе ряд глобальных приложений и русский язык. Устанавливается данная прошивка через TWRP. Как сделать вайпы и прошить телефон, вы можете посмотреть в моем видео по установке Android 10. А ссылка на MIUI 11 будет лежать в описании под этим видео. После установки мы получаем полностью рабочую MIUI 11. Сразу хочется сказать, что обновленный интерфейс выглядит шикарно. Как по мне, 11-я версия является доработанной десяткой, так как сильно больших изменений тут нет, но в целом выглядит лучше. А обновлено тут все понемногу. Самой большой обновой можно считать сами настройки. Xiaomi сильно постаралась и переосмыслила расположение тех или иных настроек. Также к большинству настроек добавлено оформление, которого раньше не было. Одной из главных фишек новой MIUI можно считать рингтоны. Мало того, что они полностью переосмыслили данный раздел, так они еще добавили новые звуки. Теперь вы можете вместо стандартных капелек использовать даже пение птичек. А на будильник устанавливать рандомные песни, которые будут предлагать Xiaomi. Также претерпели изменения почти все пункты настроек. Лично мне нравится, как Xiaomi сделали настройки. Теперь это выглядит более красиво. А вы напишите в комментариях, как вам такой подход к оформлению. Ко всем изменениям в настройках, Xiaomi сделали анимацию к значкам в верхней панели. А также добавились анимации к большинству значков на рабочем столе. Хоть и мелочь, но приятно. Стоит также сказать пару слов про эту сборку Sky MIUI. На ней работает по сути все. Есть небольшие недопереводы, но это не критично. Сама MIUI ведет себя очень бодро. Все фишки 11 версии работают. Google сервисы и Play Market работают без проблем. В общем и целом, данную прошивку можно ставить на повседневное использование. Напомню, что ссылка лежит в описании. Версия Android для телефона Redmi Note 5 осталась такой же. Скорее всего, выход 10 версии Android будет в следующем году, если Xiaomi решатся обновлять достаточно старенький телефон. Хотя множество телефонов с выходом MIUI 11 уже получили 10 Android. Но не забывайте, что накатить 10 уже можно. У меня про это есть целый видеоролик. И работает она на нашем телефоне достаточно бодро. Но для самой MIUI версия Android особо ничего не решает. Так как все фишки делаются для любой версии одинаково. А переход на новую версию почти всегда баганный. Вспомнить тот же недавний переход на Android 9. Багов было очень много и только недавно почти все исправили. Теперь давайте поговорим про сами приложения. Изменений тут было немного. В основном перерисовали только значки и дали почти всем приложениям темный режим. Из самых больших нововведений стоит отметить калькулятор. Он стал выглядеть намного красивее. Прям веет от него современной оболочкой. Также немного видоизменили музыкальный плеер. Но например, приложение часы осталось точно таким же, как и было. Ну в общем, вы сами видите, как оно тут все обстоит. Самое обидное, что Xiaomi не поменяли панель недавних приложений. Как по мне, такая компоновка в две колонки выглядит крайне убого. Но тут уже ничего не поделать. Кстати, одно из вишенок на торте можно считать боковое меню. Его прям сильно переосмыслили и выглядит оно теперь более достойно. Но мне кажется, его еще чутка надо пофиксить. Но это уже намного лучше, чем было. В целом, новая система MIUI выглядит очень бодро. И я думаю, многим она будет по душе. А накатить себе MIUI вы можете уже прямо сейчас. Ну или можете подождать месяцок-другой, пока она прилетит вам по воздуху. Установить ее просто. Нужно просто перейти в рекавери и сделать вайпы. После установить архив с прошивкой. Если вы не умеете это делать, то наглядно я все показал в своем ролике по установке Android 10. Ссылочка будет в описании. А если вам был полезен этот ролик, то жмите кнопку подписаться и тыкайте на палец вверх. С вами был Недомайнер. До скорых встреч!